Здесь вот у нас была библиотека. Хоть и маленькая, но для ребятишек места хватало. По этому коридору дети больше не бегают. Зато безлюдный дворик старейшей в округе школы, вероятно, полюбился местным хулиганам. Сейчас в охраняемом здании выбито половина стекол, а внутри когда-то уютного спортзала, как издевка, заброшена недопитая банка пива. Скорее всего, это просто подростки от безвыходности, от какой-то своей трудной жизненной ситуации находят таким образом выход, вымещают свой негатив, злость. Ворота школы сейчас открыты. Вероятно, замок спилил кто-то из местных, чтобы было удобнее срезать путь. Внутри установлены датчики движения, и охрана приезжает только на вызов сработавшей сигнализации. Но от налета вандалов эти меры бессильны. Совсем недавно здание было передано городской администрации. И сейчас бывшие сотрудники школы надеются, что здание займет новый арендатор, пока окончательно не превратилось в руины. Я к этому отношусь с большим сожалению. Переживаю по этому поводу, потому что в этой школе я сама лично проработала 25 лет. Я туда сознательно не хожу, потому что я знаю, каким трудом мне доставалось, мне, моим коллегам, моим родителям, вот это здание привести в порядок. Если, конечно, я там увижу, я думаю, что я просто буду из-за этого болеть. Увы, но остановить круглосуточный надзор за зданием старой школы не представляется возможным. Ни с экономических, ни с практических соображений. Осталось лишь вызвать к совести местных жителей. Наверняка, тот, кто взял в руки камень, не сам не так давно сидел здесь за партой. Неужели воспоминания о безвозвратно ушедших школьных годах были настолько плохи? Александр Бычков, Дмитрий Швецов, Местное время. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!